Добрый день, дорогие друзья, с вами Лестер, и сегодня у нас новый выпуск охуительных историй, и, знаете, ребят, я сделал в группе опрос, то есть, какую историю рассказывать следующей, то есть написал несколько историй, вкратце о чём они, да, как, грубо говоря, под заголовков, и люди выбирали, что рассказывать, и так вот, победила история о том, как я искал одного парня по всему городу, чтобы дать ему пизды, но, ребят, я так подумал и понял, то есть, что, в принципе, как бы история забавная, но там толком-то нечего рассказывать, потому что вся суть заключается в том, то, что мне вконтакте где-то года 4 назад парень с чужого аккаунта, там, с аккаунта своей и, как бы, моей общей подруги, нашей, хотя этого парня вообще не знал, кто это такой, но у нас, как бы, были общие знакомые, так вот, он с аккаунта этой нашей общей подруги написал мне о том, что я пидорас, гандон, я сразу сначала был не в понятках, но потом, как бы, она, вот эта подруга мне объяснила всю ситуацию, и я этого парня действительно искал, что это кто-то такой там самый резвый и весёлый такой шутник у нас, вот, и потом, просто вся соль истории в том, то, что, как бы, я этого парня нашёл, там, вконтакте ему писал, типа, чё, давай там поговорим, какие у тебя ко мне претензии, он там, как толком не отвечал, там, отнекился, а потом, в итоге, я просто встретил его на улице, чисто случайно, и он побежал от меня, я за ним бежал, наверное, целый квартал, причём даже бежал не для того, что там побить или ещё что-то, а потому что это просто в целом было забавно, просто за ним гнался, но парень, сука, быстрый, убежал от меня, вот, ну, это, в принципе, вот вся история, поэтому, ребят, про неё, скажем так, ну, посмеялись, да, забыли, и расскажу вам сейчас следующую историю, которая идёт в голосовалке на втором месте, это то, как, в общем, у нас отпиздили одного одноклассника, а меня ещё не выкинули из школы, это очень смешная история, но давайте по порядку, представьте, сейчас постараюсь, чтобы не наврать, какой класс был, по-моему, класс был у меня девятый или десятый, вот, короче, девятый или десятый класс, да, ну, давайте, предположим, девятый, хер с ним, так вот, представьте, я девятиклассник, у нас тогда ещё по всей России ходила какая-то эпидемия, когда закрывали школу на карантин, и в Москве, я помню, закрывали школу, в Питере, то есть, как бы, в Москве там уже была половина школ закрытой, и у нас, как бы, провели тоже в школе совещание, тоже действительно болело много детей, вот этим гриппом каким-то, как раз, вот, который вот в те года, там, года в 2000-м был, ой, в 2000-м, 2010-м, где-то так, но я думаю, вы вспомните сами, вот, и, как бы, как раз провели совещание в школе, и решили закрыть её на карантин на две недели, и вот, как бы, собственно, последний учебный день перед карантином, ну, грубо говоря, перед каникулами, потому что, если не ошибаюсь, там уже как раз такое более-менее зимнее время было, и там не за горами были зимние каникулы, вот, поэтому, грубо говоря, мы готовились к каникулам на две недели, то есть, был последний учебный день, мы пошли в школу, да, чтобы потом не возвращаться в неё две недели, и поэтому, как бы, уже там, так как уже, вроде, да, были недалеко каникулы, учителя начали подводить такие вот итоги, да, перед четвертью, то есть, кому какие-то четвертные оценки выставлять приблизительно, и, собственно, понятное дело, там были контрольные, самостоятельные, которые, как бы, должны были идти по плану во время, в то время, когда, вот, мы должны были учиться, да, вот эти две недели, но, так как карантин, да, учителя тоже решили все эти контрольные, самостоятельно немножко подвинуть, и, собственно, до карантина их провести, да, дали нам время подготовиться, всё нормально, то есть, предупредили заранее, вот, и у нас, по-физике, были зачёты, то есть, надо было, как бы, вот, по пройденному материалу давали ряд вопросов, то есть, как, ну, обычный зачёт, как в универе люди задают, то есть, тоже дают там вопрос, но немного вопросов, там, 20-30, то есть, достаточно мало, и просто, да, как бы, тебе могут любой вопрос позадавать, и, там, могут по порядку спрашивать, то есть, ты должен, вот, как бы, за счёт, поотвечать перед учителем, так вот, представьте, такая картина, мы два параллельных класса, да, там, девятые, собрались, и кто уже, как бы, более-менее готов отвечать, они сидят в кабинете, да, потому что, понятное дело, там, два класса, там, в районе 50 человек, все в одном кабинете не усядутся, так вот, кто там хочет уже, как, более-менее готов, они сидят, готовятся за партами в кабинете, кто-то такие чувствует, то, что не очень хорошо, да, знают, ещё, чтобы надо время побольше подготовиться, они, как бы, стоят в коридоре, да, перед классом, чтобы получше подготовиться, и, как бы, попозже немножко сдавать, после уже тех, которые сидят в классе, вот, и, собственно, такая картина, каждый занят своим делом, да, я, помню, сидел на третьей парте, там, в самом крайнем ряду, ближе к двери, там, три ряда, да, я сижу на третьей парте, готовлюсь тоже, и, как бы, знаете, никому ни до чего нет дела, потому что все, как бы, сосредоточились на том, чтобы действительно сдать зачёт, потому что по физике, как бы, это у нас серьёзный был такой предмет, физика, и, как бы, каждый старался относиться к нему максимально ответственно, и, так как надо было выполнять большой объём работы, все действительно старались, как бы, ну, преуспевать по физике, и все сидят, готовятся, и никто не заметил, как в кабинет зашёл один парень, вообще, как бы, не имеющий отношения к школе, то есть, видно то, что он не из нашей школы, потому что он тоже на вид нам тогда был лет по 15, и вот тоже видно ему лет, там, 16-15, но он, кстати, обратил внимание на то, что парень, он такой был невысокий, такой коротышка, грубо говоря, вот, то есть, такой невысокий, мне, может, он даже по плечи был бы, вот, и, собственно, ну, кто-то так мельком бросил взгляд, и, да, парень какой-то зашёл, ну, и бог с ним, и дальше сидят, тут к нулюсь учебник, я тоже, да, обратил внимание, какой-то зашёл пацанёнок, и я дальше тоже обратно голову на учебнике опустил взгляд свой, и, как бы, сижу, слушаю, и, вернее, не слушаю, а учусь, и чувствую, что что-то не так, то есть, что-то все притихли, ещё что-то, и, как-то, я смотрю, а учитель, кстати, тоже, он не обращает внимания, он занимается, он принимает за счёты, то есть, да, как бы, перед ним садится один персональный ученик, и он его, как бы, гоняет, так вот, я смотрю, что, как бы, учитель так же принимает за счёты всё у того, кто знает, а остальные что-то притихли, так вот, я, как бы, поднимаю голову, смотрю и заметил то, что этот пацан, который зашёл, цыган, да, он оказался действительно цыганом, это, правда, не Игорь Линк, но цыган, парень, который зашёл, он действительно был цыганом, и, как бы, он зашёл и встал напротив одного парня, моего одноклассника, который сидел за партой и, так, знаете, как-то бозно на него смотрел, хотя сам так был побольше этого цыганёнка-пацанёнка, вот, но фишка в том, что, да, я смотрю, что-то он встал, явно как-то они друг друга знают, и какие-то у них между собой тёрки, то есть, как-то я, знаете, даже смотрю, действительно, но фишка в том, что вот парень, напротив которого встал цыган, он был чмошником, просто, знаете, вот, действительно, в каждом классе есть человек, который, вот, он стучит на всех, его все бьют, потому что, ну, бьют не потому, что, как бы, хочется кого-то побить, да, и его, как там, самому слабому пиздит, а вот, потому что, действительно, человек говно, то есть, слабый, стукач, чмо, не о чем с ним поговорить, только, бля, только, короче, говна с ним оббираться, вот. Вот, и вот, я смотрю, что-то встал, как рядом с ним этот цыган, и этот так на него тоже смотрит, чмошник наш, и этот цыган на него так смотрит, и тут цыган, короче, как ни с того ни с того, как по харе ударит его, вот, прям в челюсть, ну, кстати, ударил не сильно, то есть, даже вот у цыгана не хватило сил разбить губу нашему чуваку, то есть, просто, да, вот, стукнул он его в челюсть, и сразу, короче, отбежал к двери, то есть, как бы, не стал ни колотить, ничего, один раз ударил, я так понял, обозначил свою позицию, отбежал к двери, и вот, я вот фразу дословно запомнил, он так показал на нашего этого чувака пальцем, и крикнул, типа, пиздец себе, сука, я тебя зарежу нахуй, и выбежал, и убежал, короче, просто, как бы, побежал из школы, и там у нас пацаны, которые сидели на первых партах, чисто по приколу, за ним сорвались, типа, побежали, чтобы догнать, хотя, в принципе, как бы, впрягаться толком за этого пацанягу, который получил похарь, никто не хотел бы, в принципе, потому что, как бы, ну, как бы, чмо, его защищать нет смысла, потому что он, как бы, сами понимаете, он, он просто мудак, и, в общем, хуже только потом будет, если с ним свяжешься, вот, и фишка-то в чём, ну, они, понятное дело, наши чуваки его не догнали, этого цыгана, потому что все цыгане быстро бегают, наверняка у него ещё там лошадь где-нибудь за углом стояла, вот, но что было дальше, наш вот этот чувак начал плакать, в девятом классе, в пятнадцать лет он плакал, потому что его ударили по лицу, причём даже не разбили ни губу, даже синяка не было, но начал плакать, этот чувак-цыган, который где-то там скрылся, начал ему писать на телефон, типа, тебе пиздец, я к тебе, короче, сейчас мы тебя, у тебя занятие кончится, мы там со своими друзьями-цыганами тебя встретим, я там, типа, весь стаб разгоняю, мы тебя там отпиздим, типа, тебе пиздец, этот плащет, короче, рыдает, мы угораем, типа, в чём дело, вопрос, ну, знаете, мы спрашивали, типа, расскажи, в чём дело? Так вот, почему цыган пришёл, ударил нашего чувачка? Дело в том, то, что этот чувачок, он, скажем так, с девчонками у него не клеится, короче, ну, я думаю, не надо пояснять, почему, и он иногда просто, у него есть привычка, он открывает все контакты в телефоне, который есть девчонок, ну, просто почти счастливый случай, с ним как-то удалось раздобыть их номера, и просто всем пишет, типа, как дела, как дела, как дела, как дела, как дела, вот так вот всем рассылает, и, типа, якобы, вот он с девчонками общается, он нормальный парень, полноценный, всё нормально, вот, окей, так вот, дело в том, то, что вот как раз одной из девчонок, которым он вот так вот написал «Привет, как дела?», она, вот эту девчонку, встречается как раз с этим цыганом, ну, встречалась на тот момент три года назад, или там четыре, я уж не помню, Вот, она с ним встречалась на этот момент, и как бы, когда вот от нашего чмошника, этой девчонке пришла смс-ка, типа, как дела, привет, этот цыган увидел, и типа, что это за говно, кто это тебе пишет, разозлился, типа, и цыганская кровь, короче, там, рыкони гонят, там, типа, как в неуломимых в сителях цыган скакал, вот так же, типа, он на горячей крови раскочегарился, и пришел нашего парня, ударил и убежал. Вот, как бы, показал, кто тут хозяин, кто мужик, и чья это тёлка, окей, но прикол в том, что, как бы, нам лично в основном-то дела до этого не было, ну да, ударил нашего этого одноклассника, на которого всем насрать, ну, окей, но он начал этому чуваку писать смс-ки опять, типа, мы тебе, короче, пиздец, мы тебя там отпиздим всеми друзьями, окей, но он начал ещё так же слать смс-ки, типа, с какого хуя там твои кореша за мной побежали, хотя в нас чуваки реально просто по приколу за ним скаканули, кто на первых парт сидели, выбежали, да, кто сразу что-то в ситуацию сообразили, побежали за ним, это чисто они бежали по приколу, то есть, как бы, это забавно, вот, и он, типа, начал, типа, сейчас я, короче, набираю народ этому нашему чуваку писать смс, типа, я набираю народ, вам там всем пизда, вы что-то, типа, больно борзый, типа, я к вам тут пришёл в школу, начал, там, отпиздил вашего чувака, а вы ещё тут за мной бежите, и, короче, я такой крутой, я сейчас, типа, весь табор нагоню, вам пиздец, и начал, короче, писать смски, то, что, как бы, окей, мы, и вам пиздец, у нас, мы там взяли, короче, номер у этого пацана, который у нас плакал, то, что им в челюсть заехали, взяли номер этого цыгана, раз, так, как он ему писал, всё, был сотовый, мы ему, типа, начали звонить, типа, говорить, давай, да, собирай там народ, ну, сейчас, это, приходите, там, плюс ещё, короче, старшие классы подключились, короче, там рассказали, да, кстати, да, 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 я в девятом классе тогда учился, потому что ещё, по-моему, 10-11 класс там впрягались, то есть, просто, знаете, такая новость, она разошлась по школе, типа, да, да, там между чуваками на переменах рассказали, вот, пришли, ударили чувака, плюс сейчас ещё там, типа, на наших, там, учеников идут, короче, собираются к насту, и тут, короче, уже реально там классы стали другие подключаться, чтобы действительно воевать с цыганами, то есть, там уже набралось реально, там, пацанов человек 50, чтобы, который действительно, если чё, если этот цыган кого-то там наберёт, то там, в 10-й, 11-й, 9-й класс все пойдут просто человек 50-й хуярить всех этих цыган, кого бы он привёл, окей, как бы, и в итоге, как бы, с этим, относительно этого чувака история закончится, тем, понятное дело, мы этому цыгану всё рассказали, типа, давай, у нас сейчас вот мы уже классами собрались, если чё, после уроков вопросы есть, то, что тебе что-то там не понравилось, то, что за тобой бежали, приходи, вот, мы тебя все встретим, и там уже и поговорим, окей, ну, понятное дело, цыган никого не набрал, и потом трубку перестал брать, потому что, ну, ребят, понятное дело, как бы, он долбоёб человек, это уже понятно даже было, вот, поэтому, понятное дело, он кого бы там, он привёл бы там человек 10 бы своих, там, максимум, ну, и чё, и отпиздили бы мы их за гаражами, то есть, понятное дело, человек, как бы, у цыгана инстинкт самосохранения сработал, никого он не привёл, вот. Что касается нашего чувачка, которому дали похаре, он, за ним, короче, пришла мама и этого 15-летнего пацана, который плакал из-за того, что его ударили по лицу и даже там ничего не разбили, опять же, я повторяюсь, его в 15-летнем возрасте мамка чисто даже там отпросилась с работы и ввела его сама домой, до дома, чтобы, не дай бог, кто его не обидел, цыган какой не выскочил в финку под ребро не воткнул, вот. С этим чуваком всё. Дальше, как развивались события, всё уже, там, понятное дело, никто не встречается, никто там, никакие цыгане драться не идут, но вот так вот, прошу прощения, горло немножко першит, сапельки текут. Вот, короче, дальше такая тема. У нас последний урок, то есть там, не помню, сколько урока было, да это не важно, я смотрю просто наши чуваки, одноклассники, одноклассницы мои, простут общество возле какого-то кабинета, который рядом с нашим, находится, где должен быть урок, я к ним подхожу, типа, чего такое, чего все стоим, и мне, короче, говорят, типа, вот там вот сейчас просто на перемене там сидят, короче, там восьмой, что и класс, то есть, короче, младший класс там, по-моему, действительно восьмой, и якобы вот мне говорят, вот там вот сидит как раз, там какие-то несколько учениц, и там вот как раз сидит вот тёлка, как раз цыгана вот этого, из-за которой приходили, то есть, вот наш одноклассник, вот этой тёлки именно как раз, которая там учится в нашей школе, оказывается, и там просто на год там, на два помладше, вот, типа, из-за этой тёлки всё и случилось, то есть, вот цыган пришёл разбираться, потому что ей как дела там написали. Окей, но там ещё вот, ребят, я врать не буду, но как-то там было так, то, что сама ещё тёлка что-то там пропиздилась перед этим цыганом, что-то еще там наплела, преувеличила. То есть, вот, то ли я сейчас, чтобы не соврать, не помню, но там, по-моему, она еще этому цыгану сказала, якобы, вот этот наш чувак, который опизделился, якобы он к ней приставал, хотя он к ней не приставал, наш чувак, то, что он чмо долбоеба, он не знает, как телкам надо приставать. Вот, в общем, просто сами понимаете, то же девчонка, она сама еще там приукрасила, то есть увидела то, что парень за нее впрягается, ей это понравилось, и она еще сама там наплела. И в итоге, как бы, этот чувак пошел пиздить нашего, то есть, телочка там... Короче, всё дело в тёлке, грубо говоря, это даже не девушка, это тёлка, то есть я разделяю понятие девушка и тёлка, девушками я зову нормальных девушек, а это тёлка, короче, просто пропизделась, напизделась, в итоге пацан опиздюлился, вот, окей, и, как бы, мне, понятное дело, интересно, что это за чувиха такая, то есть просто, честно, нахарю её, поэтому я беру, открываю свободный кабинет, заглядываю внутрь, там сидит как раз там девчонки 4 и учительница, что-то им объясняет, то есть урок уже вроде кончится, но она что-то им там рассказывает, то есть они там что-то пишут, то есть как такой полуурок, полуперемен у них, вот, а она так на меня учительница посмотрела, типа, что я тут так заглянул, я заглянул так свободно, нет, как всегда был похер, у меня какие-то такие, знаете, были, конечно, рамки приличные, но вот, типа, не заходи в кабинет, где идёт урок, да, сейчас, блядь, если мне там надо зайти, я зайду, вот, и я так открыл, посмотрел, бошку свою завесил туда внутрь, поглядел, закрыл, и что-то я так не обратил внимания, то есть, как бы запомнил, какие девчонки там сидят, но кто именно из них, эта тёлка, я не запомнил, поэтому ещё раз говорю, типа, ну-ка, подскажите, чё ещё раз, как бы, в чё она одет хотя бы, потому что там, говорю, сидят девчонки четыре, я конкретно не понял, какая из них, та, из-за которой парень получил пиздюлей, и мне говорят, типа, вот такая-такая, я так заглянул, типа, да-да, вот её увидел, опять дверь закрыл, потом опять, короче, дверь заглянул, ещё раз поглядел так, уже чтобы удостовериться, опять закрыл, всё, и учительница мне, типа, там, ты хватит заглядывай, типа, ладно-ладно, всё, я посмотрел на эту девчонку, всё нормально, окей, посмотрел на девчонку, дальше у нас перемена продолжается, мы зашли обратно все в свой класс, ну, да, посмотрели на девчонку, окей, ладно, то есть, как бы, больше уже всех интерес пропало, этого чувака, которого ударил цыган, он ушёл, его мамку вела, цыган сам уже всё на связь не выходит, поэтому никаких разборок не будет, то есть, ситуация, как бы, всё, она уже завершилась, всё, ништяк, да, было забавно её повспоминать, эту ситуацию, но уже, как бы, люди, мы отвлеклись от этого, и тут вдруг, как раз, заходит, ни с того, ни сего, в кабинет, та учительница, которая сидела, вот там, как раз, в кабинете с теми девчонками, и прямо на меня начинает ругаться, типа, ты чё это тут, тебе что, говорит, не имётся, ты чё, девчонок достаёшь, типа, ты, как бы, и прямо, знаете, начинает такую телегу читать, типа, да, типа, вот, вот просто её слова привожу, к примеру, я сам, как бы, вы сейчас немножко, может, не в теме будете, то я сам тогда не был в теме, я не помню, к чему это, но она, типа, говорит, что, типа, ты думаешь, если девушка перешла из другой школы, и она тут новенькая, ты имеешь право над ней издеваться, что ли, ты чё, до неё докапываешься, я вообще не в понятках, чё за девчонка какая новая, я говорю, в смысле, типа, вот, там, типа, вот, в этот класс, да, как раз, где вот эта тёлка учится, типа, вот, пришла новая девчонка, чё это ты сейчас над ней издевался, как, чё это ты до неё докапываешься, чё происходит, и прямо на меня начинает ругаться, тут, короче, учительница тоже, которая у нас должна была следующий урок вести, она тоже, как бы, типа, а что такое, и, типа, на меня тоже уже начинает ругаться, потому что это ей говорит, типа, вот, там, типа, я издеваюсь над новенькой из того класса, я говорю, в смысле, в каком плане, я говорю, объясните, в чём издевательство проявляется, потому что я вообще без понятия, кто это, чё там, я даже не знал, потому что какая-то новая девчонка пришла в класс, тем более, мне сказали то, что вот, та вот девчонка, из-за которой парень определился, она училась там с первого класса у нас, то есть она не новенькая, ой, я как бы не в понятках, чё, чё, чё происходит, и вот эта учительница, типа, на меня такая, типа, вот, ты сейчас, типа, заглядывал в кабинет, и там вот, как бы, постоянно, и, в общем, такая картина, ребят, я сейчас проще вам своими словами объясню, значит, смотрите, вот в тот класс, где училась эта тёлка, из-за которой парень получил пизды, пришла, как бы, вот, с этого года новая ученица, и её, как бы, не очень хорошо приняли в классе, и над ней, как там, насмехались, издевались, то есть, короче, девчонки, над девчонкой подкалывали, вот, так вот, когда я начал заглядывать в дверь в кабинет, чтобы посмотреть, ну, открывать дверь, заглядывать в кабинет, чтобы посмотреть на, не на эту новенькую, а вот как раз на ту девчонку, из-за которой парень опизделился, я, как бы, несколько раз заглянул, да, всё, я посмотрел на эту девчонку, из-за которой опизделился парень, закрыл дверь, ушёл, всё, мне похеру, вот, но учительница, как бы, какая ситуация была после того, как я заглянул и перестал, как-то заглядывать, учительница эта спрашивает, типа, это, девушки, а, в принципе, чё это сейчас, типа, ученик тут заглядывал, парень, типа, посмотрел, так вот, понятно дело то, что та девчонка, из которой опизделился парень, она понятия не имела, да, то, что именно из-за неё заглядываем, смотрим, вот, но тут вдруг, короче, как, пусть вопрос этот прозвучал, Типа, из-за чего заглядываем Вот эта девчонка новенькая, сразу, типа, разревелась Слезы, плащет, и, типа, вот, я пришла в наш школу И, типа, говорит, это вот он издевался, он надо мной заглядывал Типа, посмотреть на меня, типа, я тут новенькая Все издеваются, плащет, короче, рыдает Вот, надо мной все издеваются, меня тут никто не любит И, ну, ребят, понимаете, да, понятное дело И, как вот, скажем так, эта девчонка перетянула одеяло на себя Хотя она вообще тут ни при чем не была И, понятное дело, учитель, она и понятия не имела, учитель То, что, как бы, парня какого-то ударили, пришли на уроки физики Понятное дело, то есть, учителя толком все не в курсе были, что что-то случилось Это ученики все все знали, и там уже собирались пиздиться А до учителей-то им никто не сказал И, поэтому, как бы, она была не в понятках И, типа, да, у нее в башке отложилось то, что, да, я действительно заглядывал так в дверь Это якобы я так насмехался вот над новенькой девчонкой И она пришла разбираться Окей, и, как бы, такая картина Они на меня ругаются уже, типа, как ты смеешь Типа, эта девушка пришла новенькая Там ты над ней издеваешься, измываешься Я говорю, я им пытаюсь объяснить то, что нет Мне на эту девчонку, как бы, вообще насрать Она-то ни при чем Вот тут у нас парня ударили И я, как бы, типа, вот, смотреть чисто из-за чего все это произошло Из-за девчонки, которая, типа, стала виной всему этому А, типа, на эту новеньку мне вообще наплевать Они меня не слушают Представляете, даже вот учителя, типа, я начинаю объяснять, как есть Они мне прямо говорят, типа, заткнись Не перебивай И ругают меня И продолжают меня ругать, типа, какой я плохой Издеваясь, там, над новенькой девчонкой Я им говорю, типа, нет, да нет же Типа, эта девчонка новенькая, она вообще ни при чем Они мне, типа, замолчи, не перебивай нас И вот просто, представляете, как бы Ну, люди Просто уверены в своей тупо правоте То, что, да, они, как бы, правы Не дадим издеваться над новенькими в школе Вот ублюдок стоит Тут перед нами, там, ученик И что-то еще доказывает, как Да что его вообще слушать? Пускай, типа, да Что-то он там пытается говорить, что эта девчонка ни при чем Нет, пускай заткнется Она тут при чем? Она разрыдалась, разревелась Она тут сказала то, что на дне все издеваются Вот этот чувак на дне издевался То, что он там что-то хочет до нас донести Насрать Мы правы А он, пускай, молчит и слушает, как мы на него ругаемся Понятное дело, я не слушал, как они Меня ругаются И они мне, типа, говорят Заткнись Я, типа, нет, не заткнусь, слушайте меня Они, типа, ты что такой вообще борзый Типа, заткнись Какое у тебя право есть? Старших перевивать Я, типа, говорю Вы вообще ситуации не понимаете Лучше, блядь, дайте мне все объяснить Окей Они мне объяснить ничего не дали И вот как раз Чисто с счастливой случайностью Когда я с ними вот так уже Там уже действительно на ругань пошла Я уже сам на них кричу Потому что, а что, они меня не слушают Я спокойно пытаюсь им объяснять Что они, как бы, немножко не так поняли ситуацию Они мне говорят Заткнись И с хера ли я тихо с ними буду разговаривать Я тоже на них ругаюсь Уже, типа, дайте сказать Вы не перебивайте меня Слушайте меня Вот, как бы И тут, как бы, директор проходил мимо нашей школы И, как бы, услышал то, что кто-то ругается Понятное дело, зашел в кабинет И в чем, как бы, начал спросить Что и как Понятное дело, мне никто даже слова не дал сказать Не дали объяснить то, что вот у нас одноклассник ударили Вот там я зашел посмотреть чисто вот на девчонку, которые ударили Сразу учитель, понятное дело, говорит Мне говорит Заткнись, не выпендривайся И начинает, как бы, быстрее вкратце объяснять то, что вот, девочка пришла в новый класс Типа, в новую школу И вот этот подонок над ней издевается Типа, смеется над ней Вот, в кабинет заглядывал Еще смотрел там И пофигу то, что он, как бы, не на нее смотрел Пофигу то, что Эта девчонка, наверное, блядь Ее так затравили То, что, как бы, она чисто уже все на себя воспринимает Вот И директор, понятное дело, тоже на меня Типа, да кто ты такой Как ты смеешь Че ты там Еще там новых учеников издеваешь Какое у тебя право есть Начинает мне тоже аннотации читать Я ему тоже, опять, директор, говорю Типа, дайте мне рассказать Все объяснить Он мне тоже говорит Типа, заткнись Не, типа, слушай меня Я говорю, типа, дайте мне сказать Не перебивайте Он, типа, какой ты у меня имеешь право Еще рот затыкать Сам молчи Типа, ты там Ученик, я директор Типа, что ты тут понтуешься И в итоге тоже У меня точно такая же с ним ругань Как и с этими учителями И в итоге такая картина Все эти два учителя и директор Кричат на меня Я кричу на них И, как бы, я понимаю Я уже беситься начал Потому что я понимаю То, что я прав Они на меня необоснованно орут Типа, вбились там в бошку Типа, ааа, ты там, блядь, издеваешься над этой новенькой Я говорю, да пошли вы нахер Я, новенька, это вообще ни при чем У нас тут парни ударили Типа, из-за другой девчонки Они мне, типа, замолчи, заткнись И в итоге, как бы Ну, все просто понимают Не придет, а ведь фишка-то в чем? Просто вина в том Я не виноват, понятное дело И вот просто, как бы, парадокс в том То, что учителя чувствовали И директор себя Правыми на сто процентов Поэтому даже мне не давали ничего объяснить Потому что, когда я только начинал объяснять Мне говорили, замолчи, заткнись Слушай, что мы тебе говорим Окей В итоге, короче, у директора нервы на пределе Потому что он же сам бесит Значит, я уже тоже, я бешеный пиздец какой Учителя тоже уже там ругаются Я на них там кричу Типа, вы, блядь, нихера Не даете мне объяснить И, типа, я тут не виноват Они мне как-то не виноваты Еще там охуел, что ты тут, типа, девчонку травишь Я, типа, не травлю Все, похеру Как замкнутый такой круг То есть, одно и то же мы друг друг говорим В итоге директор выходит из себя Типа, все там Типа, давай, короче, родителей вызывай Мы тебя выгоняем Ты нас доебал Ну, короче, типа, это что еще за ученик такой Типа, якобы, как бы, нам такие в школе не нужны Типа, мало того, что еще, типа, издевается над новыми учениками Как бы, травит их Типа, такой хулиган Да еще, как бы, там, по-свински так ведет себя с директором и с учителями Как бы, неуважительно Ты там вообще, как бы, у тебя никаких норм приличия, морали Типа, все, мы тебя выгоняем Типа, вот, типа, жду Родителей сегодня же, чтобы прийти с документами Тебя исключить И я тоже уже бешеный Я типа, да, давай, короче, блядь Как бы, придут родители Все, как бы, исключить И все, документы заберу До свидания И директор, короче, вышел Довольно Я тоже сижу, короче, довольный Потому что я понимаю, что я прав И рано или поздно это все всплывет Ладно, сидим Урок кое-как проходит Учитель меня, как бы, игнорирует Я тоже мне вообще насрать Я игнорирую учителя Окей И потом, в общем, урок последний наш закончился Нас классный руководитель забрал к себе То есть, вообще, просто до нее Она узнала то, что вот ударили человек Просто, чтобы мы Забрала нас к себе Просто подвести итог То есть, как бы, что будет пока школа на карантине Да, потому что со следующего дня занятий уже нет То есть, рассказать, что делать Занять, задание наперед дать И просто, как бы, чтобы мы рассказали вот эту ситуацию С тем, что цыганка, как бы, прибежала Наш одноклассник ударил Ну, и вот там-то я спокойно ей Класснухи наши Рассказал, что и как То есть, да, вот ударили Цыган Прибежал, ударил И как бы, вот то, что меня из школы выгоняют Потому что, якобы, вот Якобы, типа, я издеваюсь над новыми учениками в школе Все окей Как классный руководитель тоже все нормально Как говорят, сейчас я все улажу Она пошла, короче, к учителям к этим Которые на меня ругались Она все объяснила им То есть, они тоже сначала, типа, начали Ей, типа, да, он там издевается Над новичками Она им, типа, она им рассказала ситуацию То, что, на самом деле, я вообще, как бы На эту новенькую мне наплевать Я зашел чисто посмотреть вообще на другого человека А это просто новенькая психанула На себя все перетянула В итоге, короче, все эти учителя Два учителя Они передо мной извинялись Потому что, типа, да, да, ты нас извини Вот, не дали тебе объяснить, рассказать Да, ругались на тебя И я такой с чувством полной правоты То, что, да, да, ну, с кем не бывает Вот, видите, вы не дали рассказать Типа, накричали, необоснованно Ладно, ладно, ну, извинились Вы передо мной извинились, хорошо Они, типа, да, да, ты уж нас извини Ну, да, да, все, вот Не поняли друг друга Подумали, что я пытался там На протяжении минут десяти Объяснить ситуацию А, блядь, вы мне рот затыкали Ну, это хуйня Окей Директор, вообще, как директор На директора вообще все хуй положили Я даже родителям не сказал Чтобы они в школу шли И потом уже, как бы, он забыл Я так понимаю То, что меня выгнал Никто, понятное дело За документами не пришел И у меня забирать из родителей Просто там в школу на карантин Через две недели я Как в школу с карантином Карантин кончился Я пришел спокойно так же И дальше учился У меня даже директор Его видел, здоровался Он, по-моему, даже и забыл То, что какой-то инцидент был Вот, ребят В принципе, вот такая история Она очень забавная Ну, вот Вся, все Вся история То есть о том, как Парнь у нас получил поебалу А меня чуть не выгнали из школы Вот И, ребят, знаете Вот сейчас я подумал Многие люди уже Которые посещают регулярно Мою группу ВКонтакте Они знают то, что Сейчас я решил В охуительных историях Ввести Небольшой такой вот интерактивчик То есть с людьми Которые слушают меня Смотрят Вот, смотрите, ребят То есть В комментариях сейчас Напишите Если у вас есть, короче На примете Какая-то веселая история Охуительная Но коротенькая, да Там минут на пять максимум То напишите вкратце В комментариях О чем она, ребята И оставьте свой скайп И тот, кто напишет Самую Как бы У кого в жизни Не надо выдумывать историю То есть Пишите Если действительно С вами что-то приключалось Так вот Напишите вкратце О чем ваша охуительная история Коротенькая И оставьте свой скайп И Когда я буду записывать Следующий выпуск Охуительных историй Я выберу Самую охуительную историю Из комментариев Позвоню этому человеку На скайп По скайпу И он ее расскажет Прямо в прямом эфире И потом В конце Выпуска Охуительных историй Вы Ее послушайте Поэтому, ребята Как бы До этого Я уже Как это придумал Написал в группе Нормально так Люди откликнулось Присылали свои истории Так вот Я выбрал Одну Которая На мой взгляд Показалась Самая забавная Поэтому, ребят Вот такой вот Интерактивчик Слушаем Историю От нашего Зрителя Иван, ты тут? Да-да, привет Отлично И, кстати Я думаю Надо извиниться Перед зрителем За эхо Который Слышно в твоем Я так понимаю Телефоне, да? Ну да Ну, неважно Сейчас его уже Почему-то и не слышно Так вот Что ж Мне твоя история Показалась наиболее Такой Самой веселой Забавной Из тех Кто мне прислал Вконтакте Вообще Какие-либо истории Поэтому В принципе Давай Начинай рассказывать Ну, хорошо Сейчас Так вот Дело так Было этим летом Первого-второго июня Ну, вот За два дня Мы с друзьями Такой нормальной Компании решились Собрались Так отметить Ну, давайте Выпьем немного Типа все дела Экзамен сдали Ура Собода Ну, как и все В основном Да-да-да Все согласились Ну, что Мы собрались Там Мясо Всякое Выпить Викера Пила Седва Поехали Тут не далеко Есть Ну, карьер Нормальный Там Собирается Собирается Купается Просто так Ну, отдыхаем Ну, приехали Ну, разложились Ну, ты понял Да-да-да Понимаю Пожарили Поляну накрыли Да-да-да-да Кто-то уже Искупаться Успел Ну, такая Дальше История Получается Что Сижу Сижу С другом Перед Мангалом Жанин Там Мясо Тоже И я Замечаю Что Двое Двое Друзей Наш Уже Абсолютно Их Просто Вынесло То есть Они там Уже Не Сображают Что Их делают Ну, в любой Бухающей компании Есть такие Люди Да-да-да Вот Они Просто Уже Никакие Становятся Знаешь Это Люди Из Разряда Типа А давайте Поговорим За жизнь Потому Что Все-таки Бутылки Там 20 Пива Уже Позади Они Не Из Такого Разряда Получились У нас Они Из Разряда Не Понимаю Что Я Делаю Понятно Так Вот Дальше Произошло Так Они Там Вся Как Херни Начали Заниматься Мы Начали Успокаивать Ну Подходим К ним Другом И Говорим Ребята Давайте Уже Успокойтесь Вокруг Много Народу Вдруг Увидят Вас Кто-нибудь Скажут Не Надо Так Ребята Вы Что У нас Всем Что Офигели Ну И Вот Они Такие Да Ладно Вот Сладьтесь Сами Выпейте Ну Давайте Чисто Чтобы У вас Успокоить Да Да Все Ну Выпили Еще Выпили Еще Выпили Ну Как Получается Давай Короче По Полной Зарядили Знаешь Довольно Странный Способ Успокоить Пьяного Человека Начать Бухать Вместе С ним Ну Русские Что Ну Да Сами Ужались Я Лег На полотенце Смотрел Действия Дурацких Моими Друзей И Получается Что Один Говорит Слушайте Ребят Мы Так Хорошо Отдыхаем А нам Не хватает Сейчас Бабы Давайте Кого-нибудь Завтра Позаем Просто Выделим Все Согласились В том Чисто И я Ну И Чего Значит На Следующий День Мы Уже Все Немного Зашли Собрались Вместе На улице Думаем Давайте Кого-нибудь Позовем Ну Да Давайте Давайте Все Отзваниваем Всех Девчонок Практически Все Отказываются Потому что Не понимаешь Что это Какое-то Но Это Кстати Неудивительно Да Да И Одна Девчонка Такая Ну Блин Все равно Скучно Дом Сидеть Да Хотя С вами В общем Поеду Мы Ее Встретили Слово Тоже Самое Собрали Приехали Снова Пойдем На креле И Я такой Первый Пускаясь В эту Эстафету Давайте Давай Короче Выпьем С тобой Поговорим О всяком Сидим Где-то Полчаса С ней Разговариваем О всяком Ну Вот Да 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 Все дела Дай Угадай Она Наверное Не пьянеет Да А я Как раз Такую Пьянел Так Сколько я там С ней не выехал У меня даже Немного больше Получается Чем у нее Ну и что Я чувствую Что мне плохо Что-то становится Знаешь Мне кажется Девушки Они интуитивно Понимают Когда их Пытаются Споить Чтобы трахнуть И поэтому У них Мне кажется Знаешь В желудке Какая-нибудь Дополнительная Ячейка Открывается Куда просто В матку Спиртной Заливается Просто А потом С мочой Нет В принципе Там Мочевой пузырь У них К матке Никакого Отношения Не имеет Показал Что это У него Мозгу Мозгу Такая Система Сработала Надо Остановиться Типа Немного Да Может Не в первый раз Может быть Кстати Да Ну И так Получилось Я Отхожу Говорю Сейчас Вернусь Передает Эстафен Эту Другу Своему Он Сходится С ней Тоже Там Начинает Питер Говорит О жизни Эстафета Ебли Вы девушку Как палочку Передаете Я понял Да Да Так Все Собираюсь Придется Уже Я Уже Просто Лег На Полотенце Смотрю Он Куда То Идет Встает Вот Разговаривал С еще Одним Человеком Который Тоже Там Из Ни Откуда Сел 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 С Третью Уже Наверное Она Встает Куда Ты И Говорит Что В туалет И Смотрю Он Как-то Пошатывается Очень Очень Так Странно Я Так Понял Что Все Капуды То Получается Так Она Пошла В туалет И Возвращается Я Понял Она Какая-то Слеза Хромает Не Такая Как Я Вла До Этого И Вижу Что У нее Из ноги Идет кровь Я Кстати Подумал То Что Ее Изнасиловали Там То Что Раз Она Ну Там Рядом Типа Такой Небольшой Лисок Она Туда Туалет Пошла Ага И Говорит То Что Я Типа Пошла Батиком Раступил На Разбитую Бутылку И Все И Порезал Свою Ногу Ну Я Понял Что Это Просто Она Специально Делала Только Я Не Понимаю Зачем То Есть Она Специально Порезал Себя Ногу Чтобы Ее Не Трах Мне Так Показалось Ну Блин Это Как Довольно Знаешь Не Обычно Сказал Можно Просто Сказать То Что Резать Ногу Дальше А Чтобы Не Рожать Короче Она Себя Руку Отрубит Хуям Окей Если Забеременеет Но Дальше Так Получилось Приезжала До Этого Немного Скоро Вот Один Чувак Такой Мой Знакомый Он Делал Сальто Воду И Ударил С головой Куда То Е Приехали За ним Забирают А Я Вижу Что Они Выбегая На Дорогу То То Когда Они Друга Твоего Забрали Поехали Обратно Ты Решил Остановить Скорую Да Все Понятно Так Ну Просто Песок Ничего Такого Нет Не Пал И Щебня Ну Вот Я Лег на Эту Дорогу И Лежу Перед Скорой Который Едет На Тебя Да А Просто Выбежать Крикнуть Стойте Как Б Я Был Состояние Понятно Ну Вот Дальше Выходит В общем Два Человека Женщины Мужик Из машины Ну Водитель И Медсестра Сама Начинает У меня Короче Орает На Маком На Фига Ты Это Делаешь Те Что Ебулан Ну Нахуя Ты Лег Я Простите Можно Немножко Бинта И Перекиси Просто У нас Подруга Поранил Себе Ногу Нам Срочно Нужен Бинт И Перекись Просто Швыряет В меня Бинт Я Еле Там Ловлю Чтобы У него Попал Песок Перекись Она Не Дала Я Бинт Тебе В жопу Засунул Если Был Водилой Скорой И Тут Какой Пацан Убегает Ложиться Так И Подхожу К этой Подруге Начинаю Перебинтовывать Все Окей Дальше Перебинтовал Все Такое Распокоился Думано Все Нормально Прост Наверное Остановился Ну Не Тут Было Один Чувак Месячные Начались Нет Ну Ладно Один Чувак Ознает Что Она Поранила Ногу И Такой Опу Блин Надо Чем Помочь Снимает В общем Он Шорты Свои Рвет И Делайте Пожгу Так Я Не Понимаю Защет Дов Ж Кров Постар В Нормально Все Случилось Но Выебнуть Хотел Наверное Он Может Да Так Я Дальше Лег на Полотенце Снова Успокоился Уже Лежу Чувствую Что Я Что То Забыл Стою Смотрю С По Сторонам Лед Вижу Рядом С Совой Мангал На Котором Жарилось Наше Мясо Мясо Тоже Готовое А угли Потухли Давно И Я Такой Ребят Никто Не Будет И Все Такие Молчат Уже Пьяный Не Состояние Что Либо Ответить Я Такой Ну Ладно Я Вас Понял В итоге Я Сам Не Замечаю Как Я За Несколько Минус Сажал Всю Решетку С Мясом Так Снова Решетку Куда Тошел Снова Лег И Один Чувак Просто Как Флэш Пролетает Перед Моими Глазами Со Всей Дури Прыгает В Воду Прямо А там Ну Ты знаешь Какая Большая Карьера Глубинат Не Очень Большая Ну Да 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 И Он Почти У Самого Берега Прыгнул В общем Меня удивил Такой Момент Я Остаю Подхожу Ты куда Это Он Такой Тащаем В общем Карьера Переплываю И Вернусь Карьера Не Маленький Красный Был Он Очень Дальше Болит Даже Большой Даже Я бы Не Смог Переплыть В Срезвом Видит Ну Чувак Пьяный Все У нас Чапаева Да Ну Я Говорю Ну Ладно Фикс Товой Плывет В общем Куда Хотел И Дальше Я Возвращаюсь Слушай Хорош И С тебя Друг В жопу Мухов Товарищ Отпустил Огромный Карьер Переплывать Ну Плыви Как Буки Не 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 Мешай Только Ну Молодец Хорошо Я Такой Возвращаюсь Уже Чувствую Что Что Тут Не Так Смотрю А у У меня Все Мои Друзья Которые Недавно Были Просто Пьяный Гол Начинают Как трезвые люди Нормально Там Собираться Я Смотри Ребята Вы что Уезжаете Ну Да Три Три Утро Уже Всю Ночь Там Сидели Не Мы Не Ночь Мы Где То Вечер Ну Это Шутка Была Извини Я Не 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 Понял Я Надеюсь Только Ты Не Очень Понял Будут Потом Писать Чего Духу Не Сморозил Ну Ладно Давай Дальше Ну Вот Я Такой Тоже Поплавал Немного В этом Карьере Решил Протрезветь То Я Встаю Понимаю Что Нифига Не Протрезвел Возвращая Закинул Платен Сидел В рюкзак Свой Дальше Все Видят Что Чувак Ну Плавец Его Нет Ну Кто Б Мог Подумать Вот Ты Вы Не Видели Нигде Куда Он Убежал Задается Вот Так Вот Вопрос Я Так Ну Короче Пойдите Пойдемте Я Вам Покажу Приходим К берегу Я Покажу Волна Да Плывет Короче А Его Уже Недли Видно Проплыв Половину Торьер Да Какие То Будем Десять Минут Ну А что Ежи Был Вода Ты Еще Такая Не Очень Была И Все Перепугая Что И Все Но Не Сведет Вполне Вероятно Кстати Ну Вот Получается Что Этот чувак В общем Возвращается Когда мы Его уже Позвали Тысячу раз Там И Начинаем Мы собираться В общем Ну Точнее Он Начинает Собираться Идем Приходим На эту Платформу Смотрим На время Электрички То Вообще Нет И Получается Получается Что Мы Ишли По Два Часа Домой Пешком И Это Было Не Очень Такое Забавное Занятие То Есть Вы Просрались На Последний Путь Домой И Короче Всосали Да Да Знаешь Возможно Лучше А то Было Вы Все Там Были В жопу Бухи Вас Какие Цыгане Забрали Там Вместе С 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 Доварил А Коней Был Распрягал И Подков Им Делал Потому Что Умыкнули Бо Так Там Передо Мно Еще Приезжали Русские Наши Обычном И С Один Вот Один Сидит За Рулём А Двое Сидят Короче Наши Сидит 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 На Крышу Но Это Чистые Русские Поселки Там Такой Нередкость В принципе Так Еще Значит Я Возвращаюсь Домой Уже Такой Более Трезвый Все Явновидно Я Пил Там Все Дела Короче Взял Лег На Кровать И Все И Вырыбился И На Следую Утром Не Не Очень Три Было Вспоминать Отлично Не В общем Было И Думать Отлично Ну В принципе Знаешь Я думаю У каждого Кто Хоть Раз Оставался Друзьями Бухать Что-то Подобное Было На Следующий День Да В итоге Учил Что Я Единственный Кто Все Помнит Ну Видишь Все Запомнил И Вот Теперь Рассказал Вот Поэтому Я думаю В принципе Было Забавно Послушать Вот Поэтому Как Что Будем Прощаться С нашими Зрителями Я так думаю Поэтому До новых встреч Друзья С вами был Эстер Иван И нам Всем Поведал Довольно Забавную Историю Поэтому До новых Встреч Пока Пока